Сегодня в новостях BBC. Иракские войска вошли в Масул, боевики сопротивляются, а мирные жители оказались между двух огней. Дональд Трамп по одному из опросов слегка опередил Хилари Клинтон. Как мы будем освещать самые необычные и непредсказуемые выборы в истории Соединенных Штатов? И как театр воздействия в Гарлеме влияет на мировосприятие молодых афроамериканцев в Нью-Йорке и чего они ждут от выборов президента? Добрый вечер. Правительственные войска Ирака закрепились на окраине Масула. Впервые за два года после того, как город был оккупирован силами исламского государства, террористической организацией, запрещенной во многих странах, в том числе и в России, в Масуле появились районы, не подконтрольные боевикам. Корреспондент BBC Иэн Пеннел и оператор Даррен Конвей оказались первыми иностранными журналистами, вошедшими в город вместе с иракскими войсками. Мало кто ожидал, что иракские войска продвинутся вперед так далеко и так быстро. С приближением к Масулу сопротивление становится все ожесточеннее. Несмотря на это, военная техника коалиции неотступно идет вперед. Постепенно освобождая регион от власти так называемого халифата. Наступающую армию встречают местные жители, у которых нет ничего, чтобы защитить себя. Разве что кусок белой материи, чтобы не приняли за боевиков. В западне между двух противостоящих сил оказался почти миллион человек. И вот момент, которого все ждали два с половиной года. Иракские войска, наконец, входят в Масул. Здесь их поджидают боевики Исламского государства. Вдали замечены две фигуры, предположительно джихадисты. Наблюдают за продвижением противника. А вот еще. Четверо боевиков перебегают через переулок. Вооружены до зубов, готовы биться насмерть. Это самая настоящая война. Можно сказать, без преувеличений. Бой был опасным, жестоким, безжалостным. В таких столкновениях рождается будущее Ирака. Иракские войска продвигаются по Масулу. Пока только в пригородах последние несколько часов. Им оказывают ожесточенное сопротивление. Рядом несколько боевиков ИГ, вооруженных противотанковым гранатометом. Перестрелка не стихает. Все это дает представление о том, насколько тяжелым, судя по всему, будет последний этап битвы за Масул. Это всего лишь начало. Перед нами дорога, по которой дальше пойдут правительственные войска. Она ведет прямо в центр Масула. Мрачное и опасное путешествие в самое сердце халифата исламистов. Репортаж Иоанна Пеннелла и Дарена Конвея из Масула. А теперь коротко об остальных новостях сегодняшнего дня. В ЮАР опубликовали результаты расследования обвинений в коррупции против президента страны Джейкоба Зума. Его обвиняют в неподобающих отношениях с состоятельными бизнесменами. Тысячи людей собрались в притории, чтобы потребовать отставки президента. Ранее Зума пытался блокировать публикацию отчета, однако потом снял свои возражения. Полиция американского штата Айова задержала подозреваемого в убийстве двух полицейских, 46-летнего Скотта Майкла Грина. Оба стража порядка были убиты из засады. В момент смерти они находились в патрульных машинах. Мотивы нападения пока неизвестны, хотя ранее в интернете было опубликовано видео, в котором Грин жалуется полицейским на то, что афроамериканцы отобрали у него флаг Конфедерации Юга времен Гражданской войны. Французские власти вывезли беспризорных детей из лагеря мигрантов в Кале, известного как джунгли. Подростков поселят в центрах по приему мигрантов по всей стране. После того, как лагерь был практически полностью снесен, около полутора тысяч детей оставались в Кале, ночуя в контейнерах. Сегодня ночью в лагере вспыхнула драка между христианами, бежавшими из Эритреи, и афганцами-мусульманами. Меньше чем за неделю до президентских выборов в США, Дональд Трамп по одному из опросов впервые за полгода незначительно опередил Хиллари Клинтон. Падение рейтинга Клинтон, вероятно, связано с сообщениями о возобновлении расследования дела о ее электронной переписке в бытность госсекретарем. Клинтон лидирует, согласно данным большинства других опросов, хотя ее отрыв от Трампа существенно сократился. Тем временем кандидат от республиканцев заявил, что избиратели, которые уже отдали свои голоса за Клинтон во время досрочного голосования, но теперь сожалеют об этом выборе, все еще могут поменять свое решение. Ну что же, господа, моего сегодняшнего гостя в студии представлять не надо. Это мой коллега Олег Антоненко, который в самое ближайшее время отправится в Соединенные Штаты и оттуда уже будет нам рассказывать, как проходит эта предвыборная кампания. Олег, я прекрасно знаю, что планов у вас громадье, не все планы всегда сбываются. О чем ты это можешь говорить с уверенностью, что будет? Да, я бы сказал так, Яна, приветствую тебя, что мы не только будем рассказывать, но и по большей части мы скорее будем даже общаться с нашими зрителями, с теми людьми, которые подписаны на социальные сети наши, например, на Facebook Live. То есть такой необычный, впервые, наверное, за все время освещения американских, по крайней мере, выборов. Мы будем не только выступать с точки зрения того, как мы репортеры, мы вам покажем то, что здесь происходит, но и ответим на ваши вопросы. Причем не я буду отвечать, конечно, у нас будет много гостей, которые, в принципе, будут рассказывать об этой гонке. Что касается других вещей, которые мы собираемся делать, ну, вот о формате я сказал, да, это будет Facebook Live, это будет включение в программу «Дождь», это будет, наверное, мы можем сейчас уже приоткрыть, так сказать, завесу тайны о том, что мы готовим спецвыпуск 9 ноября после того, как будут известны уже итоги этих выборов. Хотел сказать, известен победитель, но почему-то вспомнил сразу же о той самой гонке, когда Буш соперничал с Гором, и, в общем, там очень долго не было понятно, кто победил. Эти выборы абсолютно непредсказуемы, эти выборы, в которых, вот, вы уже упомянули о том, что по опросам практически они вровень идут, оба кандидата. По большому счету, сейчас уже проголосовало 20 миллионов американцев, и в некоторых штатах действительно есть возможность переголосовать, причем два или три раза сделать это. То есть, вам не понравилось сегодня, как вы проголосовали вчера, вы можете завтра сделать иначе. Это довольно любопытно, но, впрочем, я думаю, что отдельно потребуется, конечно, в очередной раз поговорить об американской избирательной системе, потому что одна из старейших демократий, но система действительно очень сложная. Да, завесу ты уже приоткрыл, мы будем, у нас будет специальная программа, вести мы ее будем на пару. Ты из Вашингтона, я из Лондона, надеюсь, что будет интересно. Что там будет естественно, мы не знаем. Олег, у меня вот такой вопрос, поскольку ты сам только что сказал, что самые непредсказуемые, все об этом говорят, непонятные выборы, будет ли известен победитель или нет, мы не знаем. С кем вы планируете побеседовать, чтобы, может быть, эту картину как-то прояснить? Я, ну, прежде всего, еще хотел сказать, да, помимо того, что у нас будут гости, у нас будут политологи, люди, которые знают и о России, и о США, да, мы хотим поговорить еще и с простыми американцами о том, какими им видят соотношения США и России при новом президенте США. Не важно, кто это будет, Клинтон или Буш, важно то, какими они видят эти отношения. Клинтон или Трамп. Клинтон или Трамп, прошу прощения, да. Да, упомянешь, а о ком-то и он, да, появится. Так вот, мы поговорим о том, какими видят соотношения между Россией и США, мы посмотрим, как бы ходить процедуры голосования на участках избирательных, это тоже, как бы, еще одна интрига, кстати говоря, связанная тоже с Россией, да. Никогда в истории, после окончания Холодной войны, вот Россия не была таким существенным предвыборным фактором в США. То есть, то, что сейчас она играет такую роль, и то, что говорят в этой связи с тем, что возможны подтасовки, вот этот вот, на этот аспект мы тоже посмотрим, посмотрим, как просто, как проходит процедура голосования. Ну, и много другого еще постараемся сделать, посмотрим, как все выйдет. Будем надеяться, что это будет интересно, но скучно это не будет совершенно точно. Конечно, огромное спасибо. Это был Олег Антоненко, который в самое ближайшее время отправится в Вашингтон, откуда будет рассказывать вам о том, как идут выборы, и, разумеется, самая последняя информация на нашем сайте bbc-russian.com. Ну, вы уже поняли, что к предстоящим выборам в США мы относимся очень серьезно. Олег отправляется по ту сторону Атлантики, откуда неделю назад вернулась другая наша коллега Илона Виноградова, которая выясняла, какие эмоции владеют людьми в предвыборной Америке. В том числе Илона встретилась с создателем и актерами театра «Воздействия» в Гарлеме. Мне всегда хотелось прогуляться по улицам Гарлема. Не в такую погоду, конечно, но ничего не поделаешь. Каждый раз, когда я приезжал в Нью-Йорк, мне говорили, не ходи туда, там опасно. Но вот сейчас у меня и у вас есть проводник. Знакомьтесь, Кадин. Это мой Гарлем. Здесь я провел все свои 19 лет. Ты говоришь, что это опасное место, а для меня это мой дом. Может, мне повезло, но даже когда в Гарлеме была так называемая кокаиновая эпидемия, мне никто не предлагал здесь наркотиков. Я никогда не ввязывался в уличные драки, меня даже ни разу здесь не ограбили. Когда Кадиму исполнилось 11 лет, его жизнь изменилась раз и навсегда. Профессор Колумбийского университета Джамаль Джозеф. Именно он изменил жизнь Кадима и сотни других подростков из Гарлема, создав театр под названием «Импект» — «Воздействие». Бывший активист партии «Черных пантер» — военизированный ли в радикальной организации, которая защищала права афроамериканцев. В 70-е Джозеф отсидел более 9 лет. Все началось с того, что однажды, лет 20 назад, я возвращался вечером домой и вдруг вижу, что около моего дома стоят женщины и плачут. Оказалось, что одна из женщин только что потеряла сына. Его убили на вечеринке из-за какого-то спора. И в тот момент я понял, я больше не хочу молчаливо стоять и смотреть, как женщины в моем районе плачут. И на следующий день мы сняли небольшое помещение в Гарлеме и открыли набор в театр. За 20 лет существования у театра так и не появилось своего здания, поэтому им приходится репетировать в офисе. «Импект — это больше, чем театр», — говорит Джамаль Джозеф. Это еще и политическая школа, в которой воспитываются будущие лидеры. Поэтому неудивительно, что в перерывах между репетициями актеры театра активно обсуждают предстоящие выборы. Конечно, я буду голосовать. Я просто обязана это сделать. Я и всех своих друзей заставлю голосовать. Я бы хотела проголосовать за Берни Сандерса, но теперь придется отдать свой голос за Клинтон. Она хоть и не идеальный кандидат, но я точно знаю, какого президента я не хочу. Такого, как Трамп. Я верю в мое поколение, мы другие. Моих предшественников угнетали, потому что у них не было доступа к информации. Теперь в эпоху интернета. У нас этот доступ есть. Обладая знаниями, в этой стране можно многого достичь и многое изменить. Поколение Джозефа хотело перемен и было готово на радикальные меры. Поколение Кадима по-прежнему хочет перемен. Но их главное оружие — доступ к информации и образованию. И это оружие они не собираются никому отдавать. Это была Илона Виноградова. Вы смотрели новости русской службы BBC из Лондона. Я, Яна Литвинова, прощаюсь с вами до завтра. Мы снова будем на телеканале «Дождь» в наше обычное время. А сейчас всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова